Дорогая церковь, сегодня перед нами хлебопреломление. Я думаю, что мы не раз с вами участвовали. Я думаю, что это особенный день. Я даже не думаю, я так знаю. Я знаю, потому что мы с вами будем участвовать. Это что-то, что называлось Пасхой. Что-то, что люди делали в Ветхом Завете один раз в году. Подходя со страхом. Под страхом смерти. Люди подходили и понимали, что моя жизнь. Она будет зависеть ровно от того. Насколько точно я исполнил Божьи указания. И люди очень трепетно относились к этому. Сегодня мы с вами участвуем раз в месяц. Кто-то чаще. Кто-то реже. Библия говорит, что первоапостольская церковь. Они это делали каждый день. На протяжении какого-то времени. Это было важно. Немного Христос заповедал нам из того, что нам нужно делать. Но это было заповедь. И Христос говорит, сие творите до того дня, когда я вернусь. И Бог сказал, что вы будете делать это, пока я вернусь. Больше того. Христос говорит. Я не буду пить от плода виноградного. До того момента, когда мы все будем вместе пить новое вино. Об этом говорит Библия. И Христос очень сильно обращал внимание на эти знаки. И это важно. И Христос говорит, это есть хлеб, это есть тело мое. И Христос говорит, что это мой тело, это моё кровь. Этот виноградный сок, вино, есть кровь моя. И в этом много образов. И это самый важный образ. То, что за тебя и за меня пролилась кровь Иисуса Христа. Мы искуплены. Мы прощены. Мы призваны. Мы спасенные люди. Мы спасенные люди. И когда-то это будет самым важным. И это и сейчас является самым важным. Не все люди понимают, не все люди ценят. Но однажды, когда миллионы, миллиарды людей будут стоять перед Богом, Бог будет называть людей по имени, Бог будет называть людей по имени. И это будут люди, которые будут стоять отдельно. Это будут люди спасенные. Это будет новый народ. Это будет Церковь Христовая спасенная. Которая будет участником брака Агнца. Это все еще впереди. А сегодня мы на земле. Сегодня у нас есть образы. Я, конечно, понимаю, что на небе это будет все великолепно. Все будет свято. Все будет на самом деле очень искренне. И поэтому я об этом часто думаю. Я очень часто думаю о небесах. Я даже об этом мечтаю. И я даже мечтаю об этом. Кто-то кино какое-то снимает, показывает, как будет пришествие. Как будто Бог дает откровения. Но если мы внимательно читаем Библию, там много-много сказано о небесах, о вечной жизни, о нашей с тобой будущности. Но если мы читаем Библию attentively, мы знаем, что все будет происходить в будущем. Я хотел сказать, у Бога на тебя и меня есть чудесный план. Когда мы приходим на эту землю, человек не просто рождается, и Бог смотрит и думает, куда его поселить. И Бог смотрит на него и думает, где я его должен планировать. Нет, люди рождаются с бессмертной душой. Они рождаются с Божьим планом. Они рождаются с Божьим планом. Насколько мы с вами воплотили Божий план. Здесь уже немножко зависит от нас. Это все зависит от нас. Поэтому я благодарен Богу, что сегодня я в Доме Божьем. Благословен Бог, что сегодня ты и я в Доме Божьем. Я знаю, что есть лучшие люди, чем я. Есть лучшие люди, чем я. И умнее, и красивее. Кто-то выше, кто-то шире. Кто-то может быть шире, кто-то может быть шире. Но Божья воля была в том, чтобы сегодня ты и я был в Доме Божьем в День Воскресный. И я за это благодарю Бога. Кто-то родился в верующей семье. И может, этим не ценит. Представь себе, если бы ты не родился в верующей семье, насколько долгим был бы твой путь в Церковь Божью. И состоялся ли бы он? У нас разные судьбы. Мы, может, с разных стран приехали даже сюда. Но мне кажется, что это тоже промысел Божий. То, что ты и я сегодня здесь, в этот день и в это время, в этой Церкви. Библия говорит о людях. Что Богу известен каждый наш день. До того, когда мы родились на эту землю. И если мы так рассуждаем, наверное, какой-то Божий план был и для сегодняшнего дня. И, наверное, Господь что-то от тебя и меня тоже хотел. И я верю в это. И я так понимаю. И еще один момент. Я уже как-то делился. Со всеми поделюсь. И я впечатлен Богом. Очень сильно. Знаете почему? У меня тоже есть детки. У меня их трое. И иногда мне нужно их кормить. И здесь начинается очень интересно. Кто-то не кушает рыбу. Кто-то грибы не ест. Кому-то не нравится бракли. И я в семье понимаю, что двое будут довольных. Одного нужно будет заставлять кушать то, что он не хочет. И еще один момент. Я должен быть заставляем, что он не хочет. Это дети. И у нас с вами семья. И в этой семье полтысячи человек. И мы все взрослые, и мы все очень умные. И я удивляюсь Богу. Дорогой Господь, это только ты можешь что-то приготовить, чтобы всем было вкусно. Чтобы каждый ушел и сказал, я что-то получил. При всем при том, что мы слушаем одно и то же слово. При всем при том, я понимаю, что некоторые из вас, которые меня давно знают, знают, как я закончу предложение, когда я его начал. И мы все равно в Доме Божьем. И мне кажется, вот этот рецепт приготовления называется откровением Божьим. Когда Господь на самом деле открывает и дает слово, чтобы мы его поняли и вняли. И тогда мы насыщаемся. И сегодня мы на этом месте. И я хочу делиться Словом Божьим, и я думаю, что вы его услышите. Услышите и поймете. И я начну из книги малых пророков. Есть такая книга о гея пророка. И там такое есть предложение, там целый стих, но есть такое интересное предложение. Первая глава, девятый стих. Ожидайте много, а выходит мало. Мы живем на этой земле, и мы о чем-то мечтаем, мы что-то хотим иметь. Наши дети растут, они идут учиться. Мы мечтаем, что у них будет карьера, работа, финансы. Всегда ли так оно получается? Мы ехали в эту страну, тоже что-то ожидали, о чем-то мечтали. Я тоже, когда сюда ехал, смотрел на фотографии больших домов, и думал, что мы будем жить где-то на 30 этаже. Но когда ты сюда приезжаешь, понимаешь, не все так, как оно на картинке. И кто-то живет на первом этаже, а кто-то живет в подвале. Есть ожидания, а есть наша действительность. И мы к Богу, когда приходим, тоже что-то ожидаемо, о чем-то молимся. Кто-то много, кто-то больше молится, меньше. Мы даже верим, что-то исповедуем. Но иногда не все то, что мы ожидаем, исполняется. И хорошо, это не хорошо, но одно дело, когда мы говорим о неверующих людях. Они Бога не знают, и поэтому они не верили, и поэтому произошло то или иное в их жизни. Это с одной стороны. Но когда мы с вами говорим о верующих людях, о людях, знающих Бога, долго знающих Бога, очень часто, то, что мы ожидали, и то, что пришло в жизнь, это не просто не похоже друг на друга, это вообще противоположность. Почему оно так происходит? Почему оно происходит? И мы возвращаемся к Слову Божьему. И эта книга, я верю, Библия говорит, она способна тебя умудрить. Когда мы приходим к Богу, когда мы открываем свое сердце, целиком и полностью, говорю, Господь, без Твоего совета никак. Очень-очень нужно знать. I really need to know. Направь. Наставь меня, как нужно поступать. direct me how I need to act. Библия говорит, у кого мудрости не достает, просите у Бога, ask from God. И Он дает сразу. Не спрашивай. Можете руку не поднимать, я вас прошу, а кто последний раз за эту неделю просил мудрости у Бога? You don't have to lift up your hands, but I'll ask, who asked wisdom from God? Ну, если не просили, то, то и получили. If you didn't ask, then you received what you received. Библия говорит, проси мудрости на каждый день, я тебе буду ее давать. The Bible says, ask for wisdom for every day, and I will give it to you. Конечно же, она заключается в Слове Божьем. Конечно, она заключается в нашем общении, когда мы собираемся, слышим откровение, поем или слово слушаем. Но есть один очень важный момент, на который бы я хотел обратить ваше и мое внимание. В книге Библии есть вторая книга, Паралипоминон. Это 26 глава. Там история. Биография. И казалось бы, нам, людям, живущим в последнее время, в такое далекое время, думаешь, что нам в этой биографии? У нас век технологий. А у них там лампочки, может, еще даже не было. Но на удивление, человеческая природа не меняется. Грех остается грехом. Спасение остается спасением. Бог остается Богом. И Слово Божье работает и действует. И люди, которые верят в Бога и которые не верят в Бога, рано или поздно придут к Богу, и будут давать Ему отчет. И Бог не спросит ни больше, ни меньше. Чем написано в этой книге Библия, которую ты держишь в своих руках. Бог всемогущий, Бог безграничный. Но для того, чтобы мы Его поняли и приняли, Он описал себя в Слове Божьем. Что Ему нравится, что не нравится. Что нужно делать и что нельзя делать. 26 глава 2 книги Паралипоминон. История о Озии. Озия был царь. Хороший царь. И у него был отец. От которого он наследовал царство. Он тоже был хороший человек. И кто читает Библию. Интересна жизнь этого человека. Он был очень молод, когда стал царем. Когда он возрастал. Он начал делать определенные успехи. И он даже изобретал многие вещи. Которым завидовали другие люди. Он укреплялся, поднимался. Но жизнь его заканчивается не совсем правильно. Это мягко сказано. Написано, что он зашел к священникам в храм. Взял кадила. И решил, теперь я буду кадить. И он решил, что он будет привести арома к Богу. Священники его останавливают. Конечно же, это все игнорируют. До того момента, когда на его лице появляется проказа. И это жуткая болезнь. Но это случилось в секунду. И это настолько впечатлило людей. В частности, пророку Исаию. Которого, скорее всего, он лично знал. Это о нем в шестой главе книги Исаии, которую мы часто цитируем, говорит сам пророк. И Исаия говорит, что в год смерти царя Озии видел я Господа Высокого и Превознесенного. И края риса его наполняли храм. История говорит, что Исаия настолько был впечатлен и разочарован тем, что сделал царь. Он перестал пророчествовать. Он просто замолчал. До того момента, когда Бог забрал Озию с этой земли. Конечно, является Господь. Что-то говорит Исаии. Но сегодня мы с вами говорим о Озии, о царе. Но сегодня мы говорим о Исаии, о царе. Парадокс. 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 Тоже человек. Так хорошо начинает. И такое завершение. И я пытаюсь это понять. Как же оно так происходит. Человек, который в молодости Наверное, переживал, став царем очень молодым. И у него были отношения, определенные с Богом. Нужна была защита Божия, покровительство. Финансов было немного. И Бог ему поспешествует. И Бог его хранит. Бог его благословляет. Бог заботится о нем. Об этом молодом человеке. И, казалось бы, столько страхов, и ничего не исполняется. И Бог хранит. Проходит время. Этот человек становится могущественным. То есть, финансовый вопрос отсутствует. Он крепко стоит на своих ногах. Он уже бояться не нужно никого. Пускай меня все боятся. Он не должен бояться. Люди должны бояться. Он написано, что такие машины сделал военные. Ни у кого таких не было. Но все начинает сыпаться из рук. Ломается там, где не должно было сломаться. Проблема приходит оттуда, откуда ты даже не ожидал. И думаешь, что же поменялось? Что же на самом деле поменялось? Тот же человек. Тот же Бог. Тот же Царство. Те же люди. Те же люди. Почему было так много Бога? Когда я был никем. А когда я здесь уже и поднялся, и стал серьезным. Как-то я начинаю замечать, что не на всех моих путях Бог меня благословляет. Есть шестой стих во второй книге Паралипоминон, на который я хочу обратить внимание. Пятый стих. Пятый стих. Два шестая глава, пятый стих. И прибегал он, Озия, к Богу во дни Захарии, и получавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Дорогая церковь, проповедь сегодня обо мне. Библия говорит, когда этот человек, будучи никем еще, Прибегал к Богу. Прибегал к Богу. Может, не знал, как молиться. Прибегал к священнику, прибегал к пророку. Расскажи. Научи страху Божьему. Как мне поступить в этих маленьких ситуациях? С одной стороны, страхи. С другой стороны, неуверенность. С финансами сложно. И смотришь, как-то начинают устрояться вопросы. Смотришь, как-то Бог помогает. Слава тебе, Господи. А потом мы крепчаем. А потом Озия креп. И зачем спрашивать у Бога о финансах, если их много? Зачем молиться, чтобы Бог хранил, если я сам на всех страх навожу? И что-то стало меняться в сердце этого человека. И что-то стало расти совсем с другой стороны в сердце этого человека. И что-то я уже стою. Я уже с этими сидеть не буду, а с этими здороваться. Я не буду сидеть с этими людьми, и я не буду shake hands with the others. Кто-то в гости пришел. Слишком маленькое царство, можно не встречаться. Я крепкий стал. Я крепкий. Можно и не зайти в этот храм. Можно и к Захаре не зайти. И пророчество своей, Исаия, можешь тоже не говорить. Я, наверное, достоин даже в храме покодить. Я думаю, что я даже боюсь, чтобы идти и делать храмные обязательства в храме. Священник к священникам. Храм на моем содержании. Но храме начинает что-то происходить. И то благословляющее, и то движущее. И то, что становится противоположностью. О чем мы сегодня с вами говорим. Мы говорим, что природа человеческая. Она духовная природа. Она духовная природа. И мы всегда перед собой должны держать кого-то. Человек все равно будет кому-то поклоняться. Либо это будет Бог. Либо это будешь ты сам. Либо это будет еще кто-то. Может, ценности. Но человек создан кому-то поклоняться. Мы были созданы прославлять Бога. И вот эта часть твоего Духа. Оно всегда будет заполнено кем-то. Что-то церковь с нами происходит. И я возвращаюсь в историю. Историю народа, который выходил из Египта. Когда выходили нищие рабы, которых освобождал Бог. Написано, они золото выпросили у людей, уходя. Им дали. Я думаю, что эти люди несли это золото вот так в руках. Спали с ним. Четыреста лет нам потрогать это не давали. И эти люди идут. Впереди земля обетованная. Впереди благословение. Впереди еще царство Давида, Соломона. Еще впереди это царь Озия. И ahead of them is this king Uzziah. Все еще впереди. Бог обращается. И говорит. Берегись. Берегись. Чего беречься? Бог с нами. И мы с Богом. И мы с Богом. Смотри, какие казни, какие чудеса творятся. Бог за нас. Но если Бог за нас, кто против нас? Об этом говорит Библия. If God is with us, who can be against it? That's what the Bible says. But the Bible says, be cautious. Be cautious of what? Когда придет устроение Божье. Когда ты будешь кушать и насыщаться ДОС это есть. Бойся, чтобы ты не забыл Бога. Бойся, чтобы ты не забыл Бога. Бойся, чтобы ты не забыл Бога. Я думаю, что ученые скоро откроют эту связь между мозгами и нашим желудком. что когда мы начинаем много кушать у нас где-то стираться память начинает и мы вместо благодарности начинаем испытывать чувство долга чувство долга, кто-то мне должен и мы начинаем забывать о чем я сегодня говорю я сегодня хочу на себя посмотреть в первую очередь каким я был и каким я стал наверное раньше я раз в неделю молился а теперь я каждый день молюсь раньше я позволял себе церковь пропускать а теперь я хожу на каждое служение я дорожу и now I come every single service I cherish it у кого вот так а у кого наоборот somebody has the opposite а у кого наоборот and somebody has the opposite если раньше я может быть боялся даже что-то пропустить сегодня это проще может я боялся сказать какие-то слова на людей или на церковь сегодня проще может быть когда я приехал в эту страну и покупал еду в дешевых магазинах как-то по-другому все-таки я молился как-то горело сердце мое по-другому а сегодня когда я могу позволить ту же еду приготовят и привезут мне к дому сегодня по-другому сегодня у нас красивее а как насчет Бога дорогая церковь а как насчет Бога dear church what about God как насчет Бога what about God как вы думаете человек который жаждет и ищет Бога what do you think the person that is on fire for God and seeking God он много молится или мало молится does he pray a lot or little the guy that is seeking the face of God does he visit the church or he doesn't the person that loves God он жертву для Бога he sacrifices for God или что-то создачи дает or he gives something from what remains the person that loves God the Bible says наблюдай за собой watch over yourself watch over yourself когда я начну тебя благословлять и устраивать твою жизнь и твой дом when I start blessing you and I will start making your house beautiful не забудь почему это происходит don't forget why it's happening потому что Бог любит потому что Бог благословляет и он отец добр он хочет тебя благословить and he's a good father and he wants to bless you нет он не хочет чтобы ты жил нищим no he doesn't want you to live in poverty нет он не хочет чтобы ты нуждался he does not want you to be in need он хочет чтобы ты трудился но чтобы ты благословлял и мы многие это делаем но он все равно хочет иметь общение с тобой он все равно хочет иметь сердце твоего в своих руках он хочет быть с тобой не только тогда когда плохо но и когда хорошо он хочет благословлять тебя не тогда когда ты заболел но тогда когда ты здоров тоже и он так хочет чтобы ты к нему прибегал в добром и в плохом and he wants you to run when you're in good in good situations and bad не тогда когда мы умные стали not when we became wise когда мы чего-то достигли when we reach something the Bible says посмотри на твои руки look at your hands и эти руки тоже тебе дал Бог и способность приобретать богатство тоже дает Бог and the ability to obtain riches God gave you that as well a life and kids God gives и это нужно ему посвящать and you need to dedicate that to him Библия говорит бойся and the Bible says fear не забудь не забудь don't forget и я вспоминаю этого царя Озию and I remember this king Uzziah такое хорошее начало such a great beginning столько мудрости столько Бога столько переживаний so much emotions люди другие наверное завидовали other people probably were jealous of him и наверное было время когда ты понимал and there was time that you understood спасибо Господи thank you Lord ты здесь помог ты там поддержал меня ступиться you helped me not to fall there я совсем молодой без опыта I'm such a young person благодарю тебя Господь and I'm thankful to you God the people don't see this а я на коленях протираю пол but on my knees I'm wiping the floor я знаю откуда приходит благословение я знаю кто мне это дал а потом время проходит and time passes и мы как-то крепнем and we become stronger and we become stronger and we are well and we have something in our bank accounts and we have something in our bank accounts and everything becomes different everything becomes smarter and official but only God does not change that greatness never changes он как претендовал на все твое сердце так он и хочет на него претендовать he had the right fully on your heart and he wants to have the right сколько у нас места там Богу how much room do we have there for God Библия говорит, что вы храм Духа Святого the Bible says that you are the temple of the Holy Spirit and the temple is not somewhere in the corner the temple is when it's in the middle the temple is when I walk into the temple is where you want to be that's my heart how often I want to go in there how often is God in there how often can I run away from the vanity of this life and just to enjoy the presence of Him how God reacts to this strongly есть история во второй книге царств there is a story in 2 Samuel 7 глава chapter 7 я опущу имя царя I'm not going to mention the king's name история it's a story еще одного царства another kingdom еще одного царства another kingdom и все хорошо в царстве and everything is well in that kingdom и мир и достаток peace and abundance и все работает правильно and everything works well но там был царь но там был царь интересный царь интересный царь тоже с детства его позвал Господь и он молится и не находит себе покоя потом посмотрел на свою жизнь посмотрел на скинюю Божью посмотрел еще раз на свою жизнь и зовет пророка говорит так не должно быть так не должно быть я живу в доме кедровом у меня все есть я знаю кто мне это дал а дом Божий в палатке не должно так быть в доме Божьем должно быть лучше дом Божий должен быть больше я ему храм построю и я построю храм этому Богу написано в ту же ночь является пророку Бог говорит вернись к этому человеку вернись к нему и скажи я тебя благословляю на века и я заметил твое сердце я понял как ты ценишь мной я понял что ты узнал и определил откуда приходят твои благословения и я тебя благословляю и ты будешь благословен и ты будешь успешен больше того поколения после тебя будут благословены о чем мы сегодня говорим дорогая церковь мы сегодня говорим о первой любви мы сегодня говорим о моменте покаяния мы сегодня говорим о том моменте когда ты и я первый раз повстречался с Богом мы сегодня говорим о том когда мы трепетали когда слезы наполняли наши глаза просто побыть в храме Божьем Послушать, как другие молятся. Когда в молитве слов было мало. Но так много было Бога. Когда мы начали замечать, Бог начал благословлять самое малое. Ты начал видеть какой-то успех в жизни и в служении. А потом Бог дал грандиозный успех и благословение. Ну почему связь эта разорвалась? Почему уверенность стала приходить не с той стороны? Даже верить мы стали в другие вещи. Вторая глава книги Откровения. Бог обращается к Ефесской Церкви. И говорит, все я знаю. Знай твой труд, твои страдания, я все знаю. Ты трудился тогда, когда другие руки опустили. Я все знаю. Но я имею что-то против тебя. Ты оставил свою первую любовь. Ты оставил первую свою любовь. А это было самым важным для меня. И Бог говорит, Ефесской Церкви, Даю маленькое время. И я сдвину твой светильник с места. Дорогие друзья, хорошо служить Богу, благословлять Его. Жертвовать, давать. Все равно это Его же таланты, мы Ему возвращаем. Его же финансы, мы приносим. Иногда и это не приносим. Мы же Богу возвращаем то, что Он нам дает. Он Отец добрый. Ему нравится тебя и меня благословлять. Но речь идет о твоей бессмертной душе. Речь о твоем сердце. Кому оно сегодня принадлежит? Кто оно принадлежит сегодня? Если оно принадлежит Богу, оно будет очень чувствительно к движению Духа Божьего. It will be very sensitive to the movement of the Holy Spirit. And God is here. God is here. И Господь хочет сегодня тебя и меня простить. И Бог хочет сегодня тебя и меня простить. Я хочу, чтобы мы поднялись на наши ноги. Я хочу, чтобы мы поднялись на наши ноги. Я хочу, чтобы мы очень крепко закрыли наши глаза. я хочу чтобы мы помолились перед нами хлебопреломление перед нами то в чему очень часто участвуем я так не хочу чтобы это было просто по инерции я так не хочу чтобы это было потому что так нужно я так хочу чтобы сам Господь сегодня это раздал Я хочу, чтобы твое и мое сердце оно не осталось равнодушным. Дорогая церковь, давайте мы помолимся тому Богу, который, открывшись тебе и мне однажды, не изменился и остался таким же чудесным. Таким же любящим, таким же касающимся твоего сердца, отцом, молимся. Дорогой наш Бог, мы сегодня предстоим перед тобой и тобой одним. Бог, дорогой, мы сегодня церковь твоя. И то, что мы на этом месте, это твоя заслуга, Господь. А мы дети твои, Господь и Бог, мы Божи, мы искупленные, прощенные, оправданные тобой. Дорогой наш Бог, мы сегодня заходим в храм нашего сердца. Боже, в том храме, в котором ты однажды зажег огонь своей любви. Господь, ты однажды, проходя, обратил и на меня внимание, Господь, и обратил внимание на каждого человека. Господь и Бог, ты протянул руку свою и поднял, достал, Господь, омыл, очистил, простил, призвал, благословил, наделил талантами, наделил способностями, жизнь наполнил полной чашей. Бог, и это все тот же Бог, и это все тот же Бог, который остается любящим и ожидающим нас. Дорогой наш Бог, мы так хотим сегодня, чтобы наши сердца, они еще умели трепетать перед тобой. Наши сердца, они еще умели переживать тебя. Наши сердца, Господь и Бог, мы научились жертвовать, научились служить, научились молиться. Господь, во всякое время, Бог мой, и когда ты начинаешь нас наполнять и благословлять, Бог, дай к этому не прилеплять сердце, но оставить наше сердце с Богом, с Богом великим, Богом сильным, Богом вечным. Дорогой Бог, освети сегодня нас, освети сегодня церковь твою, освети каждого человека, который пришел на это место, Бог мой, чтобы встретиться с тобою. Дай нам сегодня доброе чувство, дай нам сегодня, чтобы это первая любовь, первая любовь, она касалась нас, она удивляла твоего сердца, чтобы ты обращался к нам в ночи, обращался днем, говорил через слово, через пение, чтобы каждый из нас был Вадим, Духом твоим святым. Дорогой Бог, мы это жаждем, дорогой Бог, мы об этом молимся, Господь и Бог мой, мы благословляем это служение, к которому будем переходить. Боже, раздели сегодня это общение с нами, раздели это вино и этот хлеб, раздай лично каждому, Бог дорогой, дай сегодня не из рук служителя, но из твоих рук это взять, прикоснуться к самим небесам. Бог, мы молим тебя об этом, благослови твой народ, который собрался на этом месте, и дай сегодня во славу твою, Боже, участвовать, участвовать в ломимом теле, Господь и пролитой крови твоей. Будь благословен наш Бог, абсолютно во всем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok